Школа коллекционирования Олега Боровков, всем привет! Сегодня говорим о немецких монетах, о монетах Германии. Знаете, монеты Германии можно собирать просто. Все, что связано с Германией, все собираю. Но на самом деле тема интересна тем, что она разделяется на разные периоды, на разные события в жизни Германии. У меня в гостях очень интересный человек, который уже был у нас на канале и рассказывал о своей коллекции немецких монет, про тот период, где Германия не была объединенная, где она была разрозненная, состояла из разных формирований, раскинутых по Европе, и их объединяло только эти графства, города и территории, объединяло то, что там везде жили немцы, говорили на немецком языке. И в какой-то момент, наверное, какие-то люди из числа немцев решили, что такая жизнь не очень удобная, не очень выгодная, не очень безопасная. И решили всех немцев объединить в одну страну под названием Объединенная Германия или Немецкая империя, Германская империя. Перед тем, как это произошло, происходили разные войны, в том числе, как и внутри, между этими немецкими формированиями, так и две, и три самые такие крупные военные компании, одна с Данией, еще одна с Францией, еще одна с Австрией. И так получилось, что к 1871 году получилось объединить огромное количество разных государственных формирований в одну империю, немецкую империю. И 18 января 1871 года прусский король Вильгельм I стал императором. Все эти немецкие формирования, территории, земли были объединены вокруг Пруссии. У нас, у нумизматов, появилась возможность закончить одну тему, разные немецкие города, территории, и начать другую тему, Объединенная Германия. У меня в гостях коллекционер Григорий. Григорий, добрый день. Добрый день. Да, он как раз изучал эту тему, у него получилось аж две страницы, просто как образцы, знаете, разные монеты, разных металлов, разных номиналов. Позже мы перейдем на другую камеру, об этом расскажет. Именно о своей коллекции, которую сегодня он решил продавать. И стоят вот эти два листа 150 евро. Это одна из причин, почему мы записываем видео. Но и вторая причина, просто побольше об этом рассказать, потому что тема очень интересная. Итак, Григорий, почему тема интересная? Почему вы вдруг обратили внимание на нее? Тема исторически интересная. Очень много было, как заранее было сказано, герцтов, княжеств, вольных городов. И когда конкретно вникаешь в эту тему, то становится все интереснее и интереснее. Чем же все это закончится? Смотришь в интернете и увлекаешься. Я уверен, друзья, что когда я сказал, что Григорий продает коллекцию, кого-то передернуло. Я знаю, что есть коллекционеры, которым не нравится, когда другие коллеги что-то продают. И все-таки, почему коллекционер продает коллекцию? Ну, в связи с переездом. Потому что с переездом и германскую всю эту коллекцию я продаю. Тогда, перед тем, как перейдем к другой камере, какие-то курьезы или что-то расскажите. Почему вот эти монеты, именно вы подобрали? Как их подобрали? Были какие-то трудности вообще? Что-то об этом. Ну, что подобрать? Их нужно просто искать. Смотришь в интернете, что там есть. Потом ходишь на слеты. Смотришь, находишь людей, у кого есть монеты, интересующие меня темой. И вот таким образом она подбиралась. Естественно, здесь не все монеты представлены, не все номиналы. Но это нереально собрать полностью. Это очень много выходило монет. А для общего понятия, вот они здесь представлены. То есть здесь и по две марки, и по одной марке, и фенинги. То есть вот так фрагментально, да? Да, да, да. Чтобы для общего понятия, что выходило. Получить общее представление. То есть ваша тема – это общее представление о немецкой империи. Да, да, да. Так, друзья, вот мы поменяли камеру. Сейчас будем смотреть то, что получилось собрать Григорию вблизи. Сразу хочу сказать, что у этого коллекционера всегда есть какая-то дополнительная информация по коллекции, что очень интересно. И вот есть сами монеты. Эти монеты, повторюсь, использовались в Объединенной Германии или Германской империи, которую создал Бисмарк, объединив, вы только представьте, 25 государств или 36 миллионов немцев в одну большую страну. На тот момент это очень большая величина во всей Европе. И вот они начали с 1971 года использовать эти монеты, которые сейчас есть у Григория в коллекции. И вот он нам расскажет, что у него есть и почему, зачем. Пожалуйста. Ну что, здесь, кого интересует эта тема, да, здесь можно, конечно, эту тему, то, что я собрал, потом ее можно продолжать, потому что это тема неисчерпаемая. То есть, если ей увлекаться, то можно еще найти дополнительно много монет. Вот, ну, в то время, значит, выходили монеты, вот, начиная с этих, по годам, были фенинги, потом были одна марка, полмарки, да, 25 фенингов. 10 фенингов, то есть вы решили, я даже вижу, у вас тут разные металлы. И металлы, да, серебряные присутствуют. Это цинк. Да, это цинк, вот, одна марка, это уже серебряные шли, одна, вторая, тоже серебряные шли, монеты, вот, а это уже сплавы пошли, более низкого достоинства пошли сплавы. И дальше второй лист, что у нас там? Так, второй лист у нас, здесь тоже продолжение, значит, здесь сплавы пошли, вот, 5, 5, 5, все разные, значит, 5 фенинги, да. Да, один фенинг, тоже, все разные, но также здесь есть немецкая, восточная Африка, да. Это вот серебряная монета, одна рупия, да, хеллера, да, германская, да. Тоже в Африке? Да, тоже сам Африка, то есть более мелкая. Колониальные деньги тоже у вас представлены здесь, да, чтобы показать, что это империя, и у нее были колонии, да, и они там использовали свои деньги. Также здесь присутствуют вот три монеты, которые выходили на оккупированных территориях, как бы сказать, современная там Белоруссия, Украина, Россия, вот, они выходили достоинства, вот, одна копейка, две копейки и три копейки, вот, это оккупационные деньги. Причем, интересно, материал железа, поэтому, если где-то что-то упало на дороге, то с годами это просто все превратилось в ржавчину, и вот такой естественный процесс, который делает эти монеты все реже и реже, и у кого есть это на руках в альбоме, тут есть такой инвестиционный эффект, они, ну, реально дорожают, их реально все труднее и труднее найти, получить себе в коллекцию. Хорошо, я вот просто вижу, у вас все тут классно так подписано, вот, какой принцип, вот, вы подписывали, что вот, что это за цена, расскажите, да. Это цена, по которой я приобретал эту монету. Да, а что еще на холдерах вы подписывали? Ну, на холдерах подписано, значит, номер его по каталогу, номинал, что это, что это, германская империя, и год выпуска, и металл, из которого изготовлен. Да, отлично, вот, можете для начинающих коллекционеров объяснить, вот, зачем все эти надписи нужны, тут что-то у вас еще написано, и вот оформление коллекции тоже, вот, я бы сказал, что это необычно, уникально, но мне также кажется, что это очень правильно, просто редко встречается, кто так делает, объясните, зачем, вот, ваш подход, ваше видение. Ну, здесь краткое описание истории, а здесь вот то, что реверс-аверс, от двух, трех, пяти марочные монеты, да, вот здесь одна марка монеты, а это немецкая Африка, вот они представлены тоже, да, вот одна четвертая, от саморупии, да, да, вот они пошли, одна вторая, одна вторая, одна рупия, вот они. Вот это, чтобы было видно, годы выпуска. Ребята, это очень классно все продумано, смотрите, вот есть, я бы сказал так, информация с каталогов, да, об этих монетах, которые есть в этом альбоме, да, отчасти это, ну, как бы напоминает мне, как сертификат, это, может быть, это круто сказано, как бы слишком громко, да, но, в принципе, каталожные данные, с помощью которых можно и проверять эти монеты, и понимать, что это такое, это вот одна информация в этом альбоме. На них видно, как они высмотрят. Да, ну, можно проверять, да. Также есть исторические справки, смотрите, да, и действительно, вот очень классно, что прописано, вот, какая страна, какой номинал, какой год выпуска, какой металл даже, я вижу, здесь у вас подписано. Вот Вильгельм первый, Вильгельм второй. Да, и правители, да, вот, началась эта история с Вильгельма первого, вот мы в начале видео сказали, ну, и, конечно, потом. А после него, от Вильгельма второго, с 1889 года до 1918 года, года правления его. Да, и, опять же, эта тема интересна тем, что есть начало, есть конец существования немецкой империи. А продолжение до бесконечности. Углубляться до бесконечности, я скажу. Да, можно, в эту тему. Друзья, передо мной стоит задача продать эту коллекцию за 150 евро, если кого интересует, приходите в Риге, в магазин на Елизабетта 103-29, на первом этаже мы находимся. Под видео есть телефон, и под этим видео есть, конечно, видео, как нас найти, тоже можете изучить, если еще не были у нас. И, конечно, где-то в начале будут стоять ссылки на то, что нам уже приносил Григорий, да, и на другие части его коллекции немецких монет, которые он продает. Ну, а на этом все. Кто дослушал до конца, большой молодец, респект ему. Выходите в коллекционирование на профессиональный уровень, собирайте интересный материал, пусть он у вас будет. И на этом пока-пока.